Привет! В этом видео мы разберем с вами основу MLM бизнеса и я расскажу, как выбрать сетевую компанию для работы. Этот вопрос, который мне часто задают мои партнеры и в целом люди, которые хотят начать развиваться в бизнесе. Открою вам карты, исходя из своего личного опыта, чтобы ты, дорогой зритель, не сделал ошибку. Итак, тема. Как выбрать сетевую компанию для работы и не слиться через месяц? Меня зовут Владимир Коваленко, я MLM предприниматель, эксперт в области продвижения сетевого бизнеса в онлайн и автор курсов по онлайн-маркетингу для сетевиков, а также топ-лидер международной сетевой компании. Если вы хотите стать сетевым предпринимателем, то есть сетевиком, то первое, что необходимо сделать, это разобраться в сетевых компаниях и продукте, которые они предлагают. То есть, помимо компании, важно выбрать тот самый продукт, который подходит тебе, который тебе нравится. Для этого стоит промониторить рынок и посмотреть, что сейчас есть в интернете, что предлагается. И с помощью того же интернета, ютуба, вся информация в открытом доступе, ты легко сможешь это сделать. Сделать мониторинг намного проще, чем когда это либо было. Вторым пунктом стоит обратить внимание на то, есть ли в компании или у лидера, к которому вы хотите войти в команду. Образовательная система. То есть, платформа, на которой вас будут обучать. Почему? Все просто. Когда человек приходит в бизнес, у него всего лишь три вопроса. Первый. Куда я попал? Что нужно делать? Кто меня будет обучать? Есть страх, что не получится. И это нормально. Это адекватная реакция. И поэтому обучение важно. Отсюда, кстати, вытекает следующий момент. Кто будет вас обучать и курировать? Так было и у нас. Когда мы пришли в сетевой бизнес, а мы пришли полностью нулевыми. Я знаю. Да? Ты не знаешь? Нет? Нет? Да. То есть, вообще не имели представления о сетевом и как тут правильно выстраивать бизнес, что нужно делать, с помощью каких инструментов и технологий это правильно делать. Поэтому на основе своих ошибок, проб, провалов, потери денег нам удалось вывести свою уникальную онлайн-систему обучения. И в будущем скопирировали мы эти все знания с нашими лидерами, топ-лидерами нашей команды в структуре. И получился просто очень мощный, сильный инструмент для создания онлайн-бизнеса с готовой моделью продвижения на рынке с помощью передовых маркетинговых инструментов. В знания было вложено более миллиона рублей и мы не останавливаемся, а продолжаем развиваться. Все структурировано и адаптировано под сетевой бизнес. Именно поэтому 80% топ-20 компаний это наша команда. Третье. Обратите внимание на выбор вашего информационного спонсора. Это тоже важный момент при выборе компании, так как от спонсора на этапе вашего становления зависит рост. И по большей части это с точки морально-этическая. Поэтому промониторьте лидеров, последите за ними в социальных сетях, чтобы понимать, что это за человек, откликаются ли вам его моральные принципы. И жизненные тоже. Есть ли та же система обучения, доступ к ней. Но самое главное, я бы обращал внимание на то, какой это человек. Потому что если вы пришли строить серьезный бизнес, то куратор, спонсор, наставник, можно называть по-разному в разных компаниях разные слова, будет идти в ногу вместе с вами в одной команде очень долгое время. И важно, чтобы у вас были прекрасные теплые отношения. В своей команде я выстраиваю теплые доверительные, я их так называю, экологичные отношения. Партнеры с разных веток всегда готовы прийти на помощь друг другу в любое время. И это, конечно же, дорогого стоит. Четвертый, следующий пункт, это насколько щедрый маркетинг в этой компании. Успешно можно построить бизнес и структуру, если компания щедро будет оплачивать работу своих дистрибьюторов, партнеров. Если щедрый карьерный план, то тогда эта компания хорошая, и люди будут идти для того, чтобы зарабатывать. Понятно, мы все здесь ради денег. Компания будет продавать и удерживать своих людей. Но также стоит и обратить внимание на расчет маркетинг-плана, на подводные камни, которые могут быть. Мы, кстати, в прошлом видео, которое записывали, рассказывали пару примеров на то, на что стоит обратить внимание, и на чем, о чем, кстати, молчат сетевики и не рассказывают, потому что это невыгодно. Ссылочка сейчас на экране справа, в конце видео тоже дадим ссылку на это видео, чтобы вы были в курсе и использовали то, что мы вам говорим, чтобы не попасть в неудобную ситуацию, скажем так, потому что вы можете эмоционально выбрать компанию, а потом оказывается, что совсем все там по-другому. И в целом скажете, что сетевой бизнес это не очень как бы бизнес, все это разводняк, все остальное. Вот поэтому я, как истинный сетевик, хочу, чтобы наша индустрия развивалась, ее любили, потому что это классный инструмент для того, чтобы зарабатывать и жить свободной жизнью. Что вообще я вам рекомендую сделать? Нужно взять несколько маркетингов и посмотреть, сколько они платят примерно за одинаковый объем продаж, то есть за один и тот же проделанный объем работы или привлеченных средств, сколько ты получишь денег, ну то есть вознаграждения, в каких акциях можешь участвовать, есть ли там автомобили, квартиры, путешествия за счет компании, премии в деньгах, подарки, какие есть промоушены, мотивационные моменты, насколько реально выполнимы условия, есть ли те, кто уже это получал и сколько таких людей, легален ли этот бизнес и компания, есть ли у нее сертификаты на продукцию и в целом на юридические документы на саму компанию. Выбирайте именно ту компанию, которая платит хорошо. Ну а если компания платит хорошо, то вам, конечно же, не придется уговаривать партнеров оставаться у вас, и они им будут преданы компания. Соответственно, ты не будешь терять людей, которые будут убегать в другие компании, которые платят больше. Эти люди будут оставаться с тобой, а твоя команда расти и расширяться. Вот это точно, вот это прямо подмечено на самом деле точно на 100%, да, я согласен, да. Пятым пунктом, как только человек выбрал компанию, ему, естественно, необходимо приобрести продукт и начать пользоваться продуктом той компании, в которую пришел. Когда он начал пользоваться сам, он уже может его предлагать, рекомендовать, знать в совершенстве и продавать. Будь то это сам продукт, чтобы зарабатывать на разнице, если это предусмотрено маркетингом компании, либо продавать идею бизнеса. Я считаю, что невозможно выстроить бизнес надолго, если ты сам не используешь продукт. Люди на вербальном уровне очищают, правду ты говоришь, рекомендуя им. Или ты же все-таки хочешь впарить и просто сделать на них деньги, то есть повысить свой чек. Второй вариант не экологичный, и если выбрать эту модель бизнеса, то твой бизнес, скорее всего, быстро закроется. Шестым пунктом я бы отметил следующее. Заключается контракт с компанией, зачастую это агентский договор, договор о сотрудничестве, который грамотно составлен юристами, который предусматривает права и обязанности, в частности, регламент компании и оплату для дистрибьютора. На основании чего и сколько будут вам выплачивать денежки, то есть партнеру-дистрибьютору, компании, с которой сотрудничать. Что ты должен сделать, чтобы подняться на определенную ступень карьерной лестницы по маркетинг-плану? Пожалуй, это те основные пункты, которые стоит соблюсти при выборе сетевой компании. Никогда не делай бездумно выбор в сторону лидера и в сторону компании. Эмоциональный выбор это, конечно же, хорошо, но работой головой. Я с тобой делюсь этими моментами, потому что часто вижу на практике, как люди обжигаются. Я бы хотел, чтобы ты стал лидером, мощным партнером сетевой компании, которая зарабатывает неприличные деньги. Меняет жизнь свою и окружающих людей в лучшую сторону. И люди тебя за это, кстати, будут благодарить. Ну а если тебе было полезное видео, буду благодарен за лайк этому видео и подписку на канал, чтобы не пропустить новое видео, в которых мы рассказываем только личный опыт и конкретные действия для роста в бизнесе. Без воды, без бла-бла-бла. Напиши в комментариях, занимался ли ты вообще когда-нибудь бизнесом и рассматриваешь ли ты сетевой бизнес для себя, как будущую модель. Соответственно, конечно же, для бизнеса. На этом все. С вами был Владимир Ковленко. До скорых встреч. Всех обнимаю. Пока-пока.